Фотография где-то 80-х, 1980-х годов, то есть с советского периода. Это не моя фотография. Это фотография из паспорта, по-моему, объекта. Какого года вы сказали? Я думаю, что примерно начало 80-х годов. Дом уже интересный. И по словам, что это одно из лучших зданий в Кишинёже. То есть по пропорциям, по гармонии, как он сделан, это очень хорошее сооружение. Жалко, что оно сейчас непонятное у него ситуации, что там происходит. И параллельно я буду говорить о работах Александра и о событиях, которые хронологически совпадают с этим. Поработав, значит, в какой-то уже период, и, видимо, накопив денег, и, значит, уже как бы определившись, в 1859 году, значит, Александр покупает вот этот дом, который сейчас существует, это фотография, как его сейчас сделано. Значит, это улица, это угол Курешти, он в Подольске. Ну, как бы все знают, да. Там есть табличка, вот. Там есть табличка такая, что памятник архитектуры, есть табличка с портретом Александра Д'Анска. Вот. Ну, опять же, можно посмотреть. В каком выводите году он превратил? В 1859 году. И по моим данным, значит, в этом же году приезжает мать из Пятигорска. Значит, отец умер в 1842 году. Умер, как бы, то есть, получается, ну, ему было, как бы, юном от возрасте нашего из Пятигорска. Значит, а мать в 1859 году, мать приезжает с дочерью, ну, получается, с его сестрой Матильдой. И, ну, я не знаю, здесь, как бы, тоже вопрос, значит, но я думаю, что, наверное, скорее всего, он купил дом, и они приехали. То есть, вот, последовательность событий, я, по моим предположениям, думаю, что это так было. То есть, вряд ли они приехали, как бы, и потом был дом. Ну, то есть, это было в одном году, да. Значит, следующая постройка, такая очень заметная, значит, это дом действительно уставского советника Иванова, который на, так сказать, сегодняшний день, да, шахматный клуб, и он, ну, да, тоже такой очень интересный домик. Значит, в нем уже есть какие-то, если, значит, вот предыдущий дом, о котором мы говорили, он по стилю, ну, можно сказать, эклексика, оно такая, ну, на мой взгляд, это эклектика близкая к классицизму. А вот этот дом, уже в нем такие, какие-то чуть-чуть прослеживаются готические, в общем-то, такие неоготические такие черты, в общем, которые более поздние, в самых ярких творениях, в общем, так себя проявили. Значит, и этот дом интересен, как бы, тем, что его в начале XX века приобрела, приобрела певица Лидия Лепковская. Так вот, я передам, чтобы посмотреть. Значит, вот ее портрет, такая очень красивая была. Молодая женщина. Значит, Лепковская была действительно звездой, как бы, мирового масштаба. Она родилась, вылетела сейчас из груды. Маленькое село сейчас находится на территории Украины. Вот. Поставили ей, кстати, вот в 2000-е уже годы, там был поставлен бюст такой. Как это, в этом селе? Да, в этом селе, да. Чтят, чтят. Вот. Это, значит, ну, обложка парижского журнала, значит, посвященный номер, ей номер был посвящен, как бы, то есть очень, но, к сожалению, действительно, вот, не знаю, что от сумы, от тюрьмы, не зарекайся. И вот такие люди, значит, она в 50-е годы, у меня нет с собой, но есть, как бы, фотография, как бы, то есть, есть, как бы, сокрылась, она умерла в нищете в Беруте, как бы, там, похоронено. Вот. У нее дочь была, и почему-то что-то с дочерью, как бы, ну, какой-то, да, не сложилось, да. Очень хорошая книга есть Олегковская, я думаю, что есть в библиотеке. Да, есть. Да, вы знаете, серенькая такая. Рабочая. Значит, следующий дом, очень такой известный, и, к сожалению, тоже, у меня даже нет его фотографии, но его все знают, это дом Рыжкан-Торожинство. Значит, у меня нету, как бы, точных данных, но, насколько, представляю, это где-то середина 70-х годов. Вот. Вот по Рыжкану, где-то началось, портрет, значит, Георгия Больдович, областной предводитель Валярска. Я не знаю, какого это времени фотография, но не стучено, что как раз, наверное, 70-80-х годов. Вот. И по Рыжканам чуть-чуть. Значит, вот, это, ну, это с открытки, это от открытка Кондратского, где тут что-то, как раз, чисто, граница села Рыжкановка. Вот. А вот это план, это план 1887 года, с которой, значит, та фотография, как бы, раскрашенная. Вот. Вот. Это Букурешти, Букурешти, Лайкуфер-Калаб. Между Пушкинской и Лайкуфер-Калаб. Да. Рядом, то есть, там два больших дома, получается, женская гимназия, но один угол занимает, и второй угол занимает. Да, уже занимает. Это Кондратский тоже, Павел Кондратский, но думал про Кондратского. Это Рыжканский холм, значит, ну, примерно, по-моему, где-то здесь за спиной фотографа Мазаракийская церковь. Так что представляете? Это 1889 год фотография. А вот это, это рисунок, графика такая. Это 30-й, 37-й, 38-й, там, по-моему, даже. Там 30-й год написано. Да, 30-й какой-то год. Это Константин и Елена. Да, 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 да. Он подрелывался. Значит, и мы приходим к концу 70-х годов, 1870-х. А, ну, еще очень важные события в 70-е такие, ну, как бы были и приятные события, и были очень грустные и печальные. Ну, приятные, во-первых, в 1871 году, значит, рождается сын Александр, значит, старший сын. В каком году? В 1871, 1871, да. Вот. А в 1875 году, значит, в связи с 25-летием, в 50-м приехал, значит, деятельности, значит, архитектором в Кишиневе, значит, было присвоено звание почетного гражданина. Вот, очень прекрасно. Вот, но затем, как бы, наступают и печальные, как бы, разные события, и в 76-м году, получается, на следующий год, вот, после освоения этого звания, значит, умирает мама. Вот, в 76-м году. И, значит, я так думаю, это, как бы, мое такое предположение, значит, вот, в 77-м году, значит, строилась Бендер-Угалавская железная дорога, которая от Бендер на юг, значит, связывала, значит, с территорией, как бы, Румынии. Значит, дорога эта строилась перед войной, в следующем году, значит, Русско-Торецкая война, то есть, нужно было, как бы, транспортное артерито, и поэтому задача стояла построить максимально быстро. И она была, ну, такой, как, своеобразный рекорд. В течение трех месяцев была проложена эта линия, вот, работали основное, там больше 10 тысяч человек работало, то есть, основной, конечно, был ручной труд, хотя, вот, у меня есть, сейчас, хотя была техника, были даже экскаваторы, было, по-моему, насколько я знаю, значит, два подъемных крана и два экскаватора, или один, в общем-то, сейчас я покажу, есть у меня картинки. А? Эскаваторы, на чем они? А, паровые? Паровые, паровые, конечно, да. Нет, так, чтобы это не было голословно, сейчас я вам покажу картинки. У меня, у меня все, а что я говорю? Ну, это просто, значит, был выпущен, где-то сразу после строительства, был выпущен такой альбом, как бы, ну, иллюстрирующий это строительство. Интересно, это, да, да. Так, оно, здесь подписано, я не буду, как бы, говорить, вот, посмотрите. Железные дороги. Значит, ну, почему опять, почему сейчас об этом говорю? Значит, эта дорога строилась летом, осенью, 1877 года, и Александр Бернадациев устроился, так сказать, ну, заключил контракт, то есть он ушел с должности, значит, городского, значит, и заключил контракт, значит, на, как бы, строительство, ну, как бы, строительство железнодорожных объектов. Это не были, значит, вот, пример, значит, так как строил, ну, нужно было строить очень быстро, это строилось из дерева, вот, и это, конечно, не какие-то выдающиеся сооружения, но это, как бы, опять же, строительство необходимое, нужно было быстро, много строить, вот. И, значит, вот еще, и тут, кстати, да, вот кран, паровой кран, значит, спрашивали, вот он с другой, ну, наверное, паровой, это, значит, и тут открытие дороги, и еще, как бы, один паровоз, это, по-моему, Мальцевский, что ли, в общем-то, ну, можно, можете посмотреть, как будет.